Добрый день, уважаемые друзья, я искренне рад быть сегодня вместе с вами. Сегодня мы отмечаем шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подписание, без всякого преувеличения, исторических документов, договора о принятии Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации. Мы все очень хорошо помним эти дни февраля и марта 2014 года, помним, что и как люди здесь в Севастополе и в Крыму решали для себя, решали свою судьбу, говорили о том, думали о том и принимали решение, как они будут строить свою собственную жизнь, жизнь своих детей. И с этого времени, конечно, не всё, но очень многое нам удалось сделать. И в этой связи хотел бы сказать, что объект, о котором мы сегодня говорим – мост крымский, спроектированный и возведённый нашими лучшими специалистами, причём специалистами со всей страны, стал, безусловно, одним из наиболее ярких символов воссоединения России и Крыма. Но кроме того, что это символ, это ещё очень важный инфраструктурный объект, который без всякого преувеличения реализовал мечты, именно мечты многих поколений подданных и граждан Российской империи и Советского Союза. Я очень рассчитываю на то, что с его полноценным функционированием ситуация в Крыму будет продолжать меняться в лучшую сторону. Это создаст хорошие условия для развития экономики, социальной сферы. Ну, понятно, почему, объяснять не нужно, всё легче и, надеюсь, дешевле будет доставляться сюда, легче будет людям сюда добираться со всей территории огромной России и легче будет жить крымчанам, севастопольцам. Я вас сердечно поздравляю, с удовольствием вручу вам государственные награды высокие. И это действительно, в полном смысле этого слова, признание страной ваших заслуг и вашего вклада в развитие российского государства. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. Указом президента Российской Федерации за особые трудовые заслуги, проявленные в ходе строительства Крымского моста, указом звания Героя Труда Российской Федерации, присвоено Зайкову Николаю Васильевичу, монтажнику Коломенской территориальной фирмы 125-го моста отряда филиала компании «Мостотрест» Московская область. Большая честь эту награду. Для меня большая честь за эту великую награду. Большое спасибо еще раз. Островскому Александру Владимировичу, генеральному директору компании «СГМ «Мост», город Москва. Уважаемые коллеги, уважаемые руководители Крыма и России. Во-первых, я еще раз хочу поздравить от имени коллектива строителей всех с сегодняшним праздником Крыма, днем воссоединения Крыма и России. А во-вторых, поблагодарить за высокую правительственную государственную награду и сказать, что этой наградой я принимаю награду для всего нашего 15-тысячного коллектива – строителей, проектировщиков, заказчиков, эксплуатирующих организаций, которые вложили свой неоценимый труд в строительство двух красивейших сооружений крымских мостов – автодорожного и железнодорожного. Хотелось бы такую короткую фразу сказать – медаль за труд, медаль за бой из одного металла льют. Медаль за бой, медаль за труд из одного металла. Пять лет мы действительно отдали этой стройке. Пять лет мы находились на стройплощадке, войдя сюда с подготовительным периодом весной 2015 года. И вы помните все, что 15 мая мы открыли автодорожное движение в 2018 году, а 23 декабря 2019 – железнодорожное движение. Спасибо большое. Спасибо от всего нашего трудового коллектива. Ротенбергу Аркадию Романовичу, предпринимателю, общественному деятелю. Уважаемый Владимир Владимирович, вывозаемый руководителем Крыма, полномочный представитель Российской Федерации по Южному федеральному округу. Знаете, я, наверное, не скажу такую крамольную правду, что это еще не последняя история в нашей жизни. Это значимое событие и для меня, и для всей команды, которая работала на строительстве моста. Но я думаю, что мы еще продолжим свой доблестный труд на благо Российской Федерации. И я хотел сказать, что я благодарен, наверное, Господу Богу, что я смог прикоснуться к этому проекту. Благодарен нашему президенту, что, несмотря на то, что все говорили, что проект не реализуем, он взялся за этот проект и поручил его нам, оказав нам большое доверие. И мы это доверие оправдали. Я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, всю команду, которая участвовала в строительстве моста. Это, прежде всего, конечно, строители, которые строили этот мост. Это ребята, которые трудились в области СМИ. Это ребята, которые охраняли силовые структуры. Большая вам благодарность. Наверное, можно поблагодарить даже тех, которые вольно или невольно пытались мешать тому, чтобы мост был построен. И это заставляло быть нас более целостремленными, более нацеленными на успех. Я считаю, что тоже можно им выразить особую благодарность. Ну и, конечно, наверное, всем людям, которые хотели, чтобы это великое сооружение, называемое мостовым переходом, было построено. Они давали нам положительную энергию, которая заряжала нас, и мы достойно строили этот мостовой переход. Знаете, я очень часто слышал некоторые слова. Я думаю, что сегодня это время и место, где можно их произнести. Служу России и нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Благодарю за внимание. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награждены Гаврилов Дмитрий Кронидович, электросварщик Чебоксарской территориальной фирмы 41-го мостаотряда, филиала компании «Мостотрест», Чувашская республика. Климов Вячеслав Александрович, заместитель главного инженера компании «Мостотрест», город Москва. Конных Андрей Эльбертович, главный инженер компании «Мостотрест», город Москва. Рыженькин Леонид Кронидович, заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж», город Москва. Уважаемый Иванир Владимирович, уважаемые коллеги, я искренне благодарен нашей стране и вам, что вы дали мне такую возможность поучаствовать в этом грандиозном строительстве. Действительно, те 15 тысяч человек, которые 5 лет почти работали на этом объекте, они несли свой вклад заслуженный для того, чтобы сегодня все жители нашей страны могли пользоваться этим грандиозным инфраструктурным проектом. И действительно, этот объект новейшей России с нетерпением ждала вся страна. Я благодарен своей семье, которая все эти долгие 5 лет для нее и короткие 5 лет для нас, строителей, поддерживала меня каждый день в далеком Санкт-Петербурге, Ленинграде. Большое ей спасибо, я их очень люблю. Хочу вас заверить и всех коллег, что я и дальше буду свои силы, знания, энергию и труд преломлять по благо нашей Родины, для того, чтобы она становилась еще крепче, богаче и красивее. Поэтому еще раз большое спасибо за правительственную награду. Служу Отечеству. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени награждены Бажуков Владимир Владимирович, монтажник Ярославской территориальной фирмы 6-го моста отряда филиала компании «Мостотрест». Кудаков Сергей Ростиславович, электрогазосварщик Ростовской территориальной фирмы 10-го моста отряда филиала компании «Мостотрест». Руссу Николай Александрович, генеральный директор компании «Мостострой-11», Тюменская область. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Воронин Владимир Васильевич Электросварщик Московской территориальной фирмы «Таганка-Мост» филиала компании «Мост-Отрест». Тарасов Владимир Алексеевич, плотник-бетонщик Рязанской территориальной фирмы 22-го моста-отряда филиала компании «Мост-Отрест». Юрганов Алексей Михайлович, оператор гидромолота Серпуховской территориальной фирмы 99-го моста-отряда филиала компании «Мост-Отрест» Московская область. Дорогие друзья, в завершении церемонии позвольте несколько совсем неформальных слов. Я хочу вас поблагодарить за результаты, я сказал в самом начале, но особенно хочу поблагодарить вас за тот настрой, который сложился в вашем коллективе в ходе этой работы. Мои разговоры по этому поводу начались еще с Аркадием Романовичем Рутенбергом, когда я ему задал несколько вопросов, таких вроде нескромных, но, тем не менее, должен был это спросить. Я говорю, у тебя есть какая-то собственность за границей, недвижимость, какие-то там активы? Говорит, ну я же бизнесом занимаюсь. Есть кое-что? Я говорю, ты знаешь, ты можешь это потерять. Ответ был очень хороший, говорит, пусть подавятся. То, что вы нам поручаете, гораздо важнее этих шалобушек. Я говорю, знаешь, а может быть, на многие годы вперед не сможешь куда-то ездить. Да плевать, я уже везде был, где хотел, а страна у нас такая большая, я в стране еще не во всех местах был. Так что это не смущает. Я почему говорю об этом? Потому что потом имел возможность и удовольствие говорить с другими коллегами, которые принимали участие в возведении этого мостового перехода. Настрой примерно у всех был одинаковый. У разных людей разное жизненное положение, финансовое там, разные судьбы. Но настрой был именно такой. Настрой на то, что стоит очень важная, в полном смысле этого слова, государственная задача, которую нужно решить вне зависимости от того, как складывается судьба каждого из участников этого большого масштабного проекта. Это один из самых крупных проектов в мире, без всякого преувеличения и по сложности, и по объемам работы. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить всех за такой настрой на конечный результат, вне зависимости от того, чего он для каждого стоил. Я думаю, что именно такое отношение к делу и привело к положительному результату, который мы сейчас отмечаем. Знаю также, как шли дискуссии по поводу вопросов, связанных с финансированием проекта, когда на ваших собраниях практически люди были готовы вообще отказаться даже от, ну если не от зарплаты, то от любой прибыли, и только бы вовремя и качественно сделать порученную работу. Должен вам сказать, что далеко не везде и не во всех странах, это с полной уверенностью могу сказать, создается такая атмосфера при решении, пусть важных, крупных, но всё-таки производственных задач. Это, наверное, характерно действительно только для нашей страны и для нашего народа. Поэтому вспоминаю тоже, когда было сказано, когда первая арка была представлена, мне один из участников сегодняшней церемонии сказал, что только русские люди могут это сделать. Вы знаете, с этим трудно не согласиться, так и есть. Я вас поздравляю ещё раз, желаю вам всего самого доброго, уверен, что у вас ещё будут мощные, большие, нужные для страны объекты, где вы сможете себя реализовать, свой талант, свои способности. И хочу вам пожелать всего самого доброго и в личном плане, чтобы вы были здоровы, счастливы. Поздравляю с сегодняшним событием, а сегодня, безусловно, праздник, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Передайте самые лучшие пожелания вашим близким. Спасибо большое. Мы долго думали, где проводить сегодняшнюю церемонию. Первоначально планировались в Кремле, но всё-таки решили осуществить это мероприятие именно здесь, в Севастополе, в Крыму. И, на мой взгляд, выбрали очень подходящее для этого место. Это место, безусловно, одно из самых знаковых мест в нашей истории, связанное с воинской славой нашего Отечества. Является символом непобедимости русского оружия и русского духа. Я думаю, что и само место проведения сегодняшней церемонии соответствует тому, что мы отмечаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ